Счастья и процветания. Меня зовут Андрей Пётр Александрович. Я доктор психологических наук. Занимаюсь перекладной психологией и обучением техникам гипноза. Гипнотерапии, кодирование, разные виды гипноза, директивные. Техники гипноза, когда человек знает, что его погружают в гипнотическое состояние, для того, чтобы провести определенную работу. Перестройка психологии, кодирование, гипнотерапию. И завуалированные техники гипноза, которые называются нетрадиционные техники гипноза, также их называют нейролингвистическим программированием, также называют эриксоновским гипнозом, также называют уличным гипнозом, также называют цыганским гипнозом. То есть завуалированные техники гипноза, которые широко применяются, Используется в жизни, в бизнесе, в политике, в спорте, в педагогике. То есть во всех направлениях жизненного пути используются эти техники. И также используются техники при обучении каких-то дисциплинам. Еще во времена Союза, может быть, слышали, Райков Владимир Леонидович разрабатывал программу изучения иностранных языков, конкретно английского языка, с использованием гипнотического воздействия. Программа очень интересная. Но он работал, он брал клиентов только супергипнабельных. То есть это, конечно, малое количество населения погружается в глубокий гипноз, супергипнабельных, но зато за 4 часа 1750 слов, которые фиксировались в памяти. Дальнейшим надо с преподавателем, конечно, было работать по произношению, но по факту 1750 слов за 4 часа – это очень большой объем. Я вам расскажу о программе первой ступени. Расскажу о программе первой ступени, в дальнейшем сам задам вопросы, которые более актуальны и отвечу на них, а в дальнейшем отвечу на ваши вопросы. Первая ступень – директивные техники гипноза. То есть когда человек знает, что его погружает в гипнотическое состояние. Первая ступень включает 8 техник гипнотизации. Тест на гипнабельность, то есть определение гипновнушаемости. По проведению теста мы не просто определяем гипнабельность, а мы определяем, какую технику лучше использовать с данным человеком. Нет стандартизированной универсальной техники. Для каждого пациента подбирается та техника, которая наиболее эффективна будет для него. Для кого-то нужны мягкие, медленные, для кого-то, наоборот, императивные, мгновенные, жесткие, императивные, то есть повелевающие. Поэтому тест дает возможность определить, какие техники лучше использовать данным пациентам. Тест на гипнабельность, 8 техник гипнотизации и тест на определение глубины погружения. То есть каждый человек погружается в гипнотическое состояние, но не каждый погружается в глубокий гипноз. Большинство работ кодирования гипнотерапии проводятся в глубоком трансовом состоянии. Поэтому не с каждым. Определив глубину, мы уже знаем, есть смысл работать с этим человеком. Будет ли результат, мы уже во время теста видим его ответную реакцию на наше внушение. И мы знаем, что мы будем проводить работу, и будет результат. Или мы не сможем им помочь. То есть по тесту на определение глубины погружения мы определяем. Не каждого, и вы это прекрасно знаете, можно закодировать от ожирения, от алкоголя, от табакокурения. Не с каждым можно проводить гипнотерапию. Это гипнабельность человека, как, можно сказать, вокальные данные от природы. Вот они даны человеку. Гипнабельность выражается в двух факторах. Один из факторов – это эмоциональность. Если человек эмоциональный по природе, он может быть по сфере своего воспитания, как бы воспитан и сдержанно себя ведет, но внутри у него все кипит. Внутри он эмоциональный. Очень сильно радуется эмоционально, или негодует, возмущается эмоционально. То есть эмоциональность – это признак гипнабельности. И второй основной признак гипнабельности – это развитость воображения. Не то, что развитость, а вот оно от природы. Хотя воображение развивается. У нас пять каналов восприятия – зрительный, визуальный, аудиальный, обоняние, вкусоощущение и осязание тактильно-кинестетический. Если мы возьмем людей творческого труда – музыканты, композиторы, художники, скульпторы, архитекторы. То есть и у тех, и у других очень сильно развиты каналы визуальный, зрительный, и у музыкантов, композиторов аудиальный канал. То есть от природы они слышат, представляют музыку, сочиняют ее, в уме вот она идет, они слышат. То есть у них очень сильное развитое воображение. Это признак гипнабельности. То есть у человека по природе своей, не то, что по природе, по жизни, он может быть не стал художником, но от природы ему дано. То есть у него очень хорошо развитое воображение, или очень хорошая развитая слуховая память. Поэтому канал обоняния, кто-то очень хорошо может представить запахи, представить их так, что вот прямо вот как на его он их чувствует. То есть по природе развитое воображение, это признак гипнабельности. Вот два признака. Развитие воображения и широкий эмоциональный диапазон. Насколько человек гипнабелен сам, настолько легче ему даются техники гипнотизации. То есть насколько он хороший гипнотик, насколько он хороший гипнотизер. Но воображение, оно развивается. Самый легкий канал по развитию воображения считается канал обоняния. Считается, что в течение получаса любой человек, если он будет вспоминать определенный запах, и сидеть, и так принюхиваться, и вспоминать этот запах. И в течение часа он добьется конкретно галлюцинации ощущения данного запаха. Не просто представление. Сначала он будет представлять, представлять и принюхиваться, а потом как конкретно будет чувствовать. Лучше, конечно, всего, когда работает на развитии воображения, всегда берется образ положительный, приятный. Запах какого-то продукта, питания. Запах, или может быть, парфюмерный запах, который нравится. Но хотя, даже и запах, который не нравится, ацетоновая краска, вот мне не нравился запах с детства, но я очень быстро, легко могу представить его, потому что так вот он въелся мне. Вот я начинаю говорить, и прям в горле чувствуется. Поэтому канал обоняния считается самым легким. Самым сложным считается канал, визуальный канал. Но это в общем, а так это все индивидуально. У кого-то, мы знаем, что есть такое понятие модальности, у кого-то доминирующий канал зрительный, называют там визуал, у кого-то аудиальный. Вот это первая ступень. Я хочу сказать, что 80%, если не больше, времени на занятиях уходит на практику. Все, что заявлено в программе, это вы не просто будете знать, удовлетворив, как говорится, свое любопытство, а вы это будете уметь. Я тоже третий раз сюда приезжаю, первое занятие я проводил в июне, двухдневный курс. Двухдневный, да? Да. 14 человек было. Из всех 14, двое просто они сами не захотели. Практически вся группа на второй день смогли друг друга ввести в состояние каталепсии и друг друга уложить на спинке стульев. То есть каталептический мост. Каталептический мост, он всегда использовался на сцене как демонстрация возможностей гипноза, как сценический. Но по факту каталептический мост также используется и в гипнотерапии. Параллельно основному медикаментозному лечению при онкологиях, то есть курс каталептического моста, способствует приостанавливанию роста раковых клеток. При бессонницах тоже чрезмерное статическое перенапряжение позволяет в дальнейшем достичь хорошего глубокого расслабления, что способствует засыпанию. При лечении, при спайках в маточных трубах тоже параллельно основному медикаментозному лечению используется каталептический мост, он способствует рассасыванию спайк в маточных трубах. Так вот, 80% от времени у нас уходит на практику. Практически на первой ступени там буквально три предложения вы записываете, а остальное все я как учебный материал уже даю распечатку. И все там записаны, все техники, прямая речь выделена шрифтом. Вот один из вопросов, который чаще всего задают. Я на него уже практически почти ответил. Каждый ли человек поддается гипнозу? Далее, хорошо это или плохо? Вот прежде чем ответить на эти вопросы, я вам расскажу о классификации трансовых состояний. Вот первая ступень, мы техники гипноза отрабатываем, погружая человека в гипнотическое состояние. И в дальнейшем мы проводим тест на определение глубины погружения. Вот этот тест, эта классификация международная, есть у каждого специалиста, есть свои личные классификации трансовых состояний. Но я использую традиционно вот эту международную классификацию, где рассматривается 9 трансовых состояний. От самого легкого до самого глубокого. Хотя и в самых легких трансовых состояний тоже проводятся определенные работы на восстановление, на перестройку психологии. Какие-то психологические проблемы решаются. Вот послушайте классификация 9 трансовых состояний. То есть это 3 стадии, которые включают 3 степени. Самое легкое трансовое состояние. Ну, обыватель как бы не считает это за гипнотическое состояние. Это первая степень, первая стадия. Состояние называется психофизиологическая релаксация. То есть глубокое расслабление всей мышечной системы, состояние покоя и отдыха. Примерно такое состояние, как вот человек в парилке попарился, веником попарился, вышел из парилки. Села в скамеечку. И вот он чувствует, что все тело расслаблено. То есть глубокое расслабление всей мышечной системы. А ощущение покоя и отдыха выражается в том, что он сейчас не думает о каких-то своих проблемах, о каких-то своих заботах. А его мысль растворяется в ощущениях блаженства в теле. Он сел, ой, хорошо попарился. И вот все мысли растворяются в ощущениях. Вот это вот глубокое расслабление. Это состояние психофизиологической релаксации. В такое состояние мы можем вести любого человека, ну, естественно, без парилки. И в таком состоянии тоже проводятся определенные работы. Далее чуть глубже состояние. ПФР, психофизиологическая релаксация, плюс навязывающая дремота и сонливость. В таком же состоянии находится, но зевота у него. Вот хочется ему глаза закрыть и немножко подремать. Вот это навязывающая дремота и сонливость. Далее чуть глубже состояние идет ПФР, плюс навязывающая дремота и сонливость, плюс оцепенение. То есть оцепенение, ну, не хочется человеку шевелиться. Не хочется ему даже разговаривать. И вот, или так вот он как бы вот сел и как бы вот блаженствует в этом состоянии. Ощущение блаженства во всем теле и оцепенение. Не хочется шевельнуться и занести тут гибнабельность человека. Некоторые не могут шевельнуться вообще. Некоторые могут шевельнуться, но шевеление или роботоподобное, вот так вот, или очень скованный, то есть он уже ощущает, что оказывано определенное воздействие. Некоторые могут шевельнуться и встать, но они могут, но им это не хочется. Очень сильная такая вот вялость в теле. Далее. Вторая стадия, которая также включает три степени. Это средний гипноз, в который уже не каждый человек погружается. Первая степень, второй стадии, это состояние, при котором мы можем вызвать у пациента галлюцинацию по одному из каналов восприятия. Мы стараемся вызвать галлюцинацию по всем пяти каналам, но по четырем каналам не прошла галлюцинация, а по какому-то одному каналу прошла. То есть он увидел, услышал или почувствовал то, что ему внушили. Нет запаха мандарин, а он почувствовал этот запах. Нет там базы с цветами, а он увидел эту базу, то есть внушение положительной галлюцинации. То есть он видит, слышит или чувствует то, чего нет на самом деле. Вот если по одному каналу, то есть это первая степень, второй стадии. Вторая степень, второй стадии, это состояние, при котором мы можем вызвать галлюцинацию по двум каналам восприятия. Третья степень, второй стадии, состояние, при котором мы можем вызвать галлюцинацию по трем каналам восприятия. В основном, когда мы можем вызвать галлюцинацию по трём каналам восприятия, это состояние достаточно для гипнотерапии. Далее, третья стадия – глубокий гипноз. Также включает три степени. Первая степень третьей стадии – это состояние, при котором мы можем вызвать галлюцинацию по всем пяти каналам восприятия. Называется суммно-магуристическое состояние. То есть мы можем внушить пациенту иллюзорную реальность. Он находится здесь, но мы ему углашаем, что он находится на берегу моря. Он видит, слышит, чувствует всё, что мы ему внушаем. То есть её воспринимает иллюзорную реальность. Далее, глубже ещё. Вторая степень третьей стадии – состояние, при котором проходит тест на амнезию и анестезию. Амнезия. Это блокирование информации в памяти пациента. То есть определённую информацию мы заблокировали, и он не помнит. К примеру, не помнит, как его зовут, не помнит, где он живёт. То есть блокирование информации в памяти пациента. Амнезия. Анестезия. То есть мы ему внушили, исчезает чувствительность. Не чувствует ни боли, ни тепла, ни холода, ни дуновения ветра. То есть исчезает чувствительность. Ну, тест на анестезию и также параллельно получается на анергезию. То есть анестезия исчезает чувствительность, а анергезия, то есть боль не чувствует. И самое глубокое состояние, которое в гипнотерапии, оно не требуется, такое глубокое, но в основном используется в разведке. И это третья степень, третья стадия, состояние, при котором проходит тест, то есть положительный тест на зомбирование. Зомбирование – это программирование, при котором на 100% отсутствует сознательный анализ воспринимаемой информации. То есть человек не осознаёт, что ему внушают. И при реализации внушённой программы, также на 100% отсутствует сознательный анализ тех действий, которые человек выполняет. Он не осознаёт, что он делает. Может быть, видели фильм «Золото партии» про развал Советского Союза. Как там определённо кодное слово по телефону сказали, один там застрелился, другой выпрыгнул в окно. То есть это, конечно, художественный фильм, но по факту это реальные вещи. То есть определённое программирование человека идёт на смерть. Таким образом программируют камикадзе и так далее. Так вот, я вам рассказал о классификации трансовых состояний. В лёгкие трансовые состояния погружаются каждый человек. Даже в средний гипноз, когда уже начинается галлюцинация по каналу, не каждый человек погружается. Но есть на первой ступени одна техника, которая способствует развитию гипнабельности. И есть в дальнейшем ещё одна программа, то есть там есть техники, которые также развивают воображение. Развивая воображение, мы усиливаем гипнабельность свою. Так вот, хорошо ли, что человек поддаётся гипнозу или плохо? Ну, можно сказать и хорошо и плохо, но в основном хорошо. Я являюсь действительно членом Российской Академии Космонавтики имени Циолковского. И вот я вам скажу, что все космонавты, они супер гипнабельные. Потому что определённый объём работы, как программу им внушают, и они автоматически выполняют определённый объём работы в космосе, они выполняют в трансовом гипнозическом состоянии. Если мы слышали слова, что если человек гипнабельный, значит, что он слабовольный. То есть к воле это не имеет абсолютно никакого отношения. Я говорю, что гипнабельность выражается в двух качествах. Широкий эмоциональный диапазон и развитость воображения. В основном, конечно, хорошо, что человек гипнабельный, потому что и кодирование, и перестройка психологии, и изучение каких-то дисциплин с использованием гипнотического воздействия, когда процесс во многократ ускоряется. Активация памяти. Гипнотерапия, лечение определённых патологий. В том случае плохо, если человек низкого интеллектуального уровня, и так его обмануть несложно. Как бы легко верит, легковер, доверяет людям. И ещё плюс он внушает, то есть его можно внушить любую идею, вот он и деньги отдаст и так далее. И мы, как бы, наблюдаем из криминальных хроник, как люди попадают в какие-то кредитные истории, и какие-то сетевые истории неприятные. Вот, значит, по первой ступени я вам всё рассказал. Далее на занятиях я показываю, и потом вы начинаете отрабатывать друг на друга. Я нахожу там средние гипнабельности человека, делаю определённые демонстрации. Практически всегда в группе есть. И супергипнабельный, ну, супергипнабельный. В прошлом раз была там женщина вот худенькая такая. Она, только руки я накладываю, она сразу раз в гипноз. То есть на ней не покажешь, поэтому мы её даже и не трогали. И в дальнейшем, то есть вы уже на втором занятии вы уже видите конкретные результаты. И то, что есть в программе, то есть вы уже сами можете ввести человека. На втором занятии то, что гипнотизёры показывали на сцене, как артисты выступали в эстраде «Гипноз», вы уже сможете человека уложить на каталитический мост и погрузить определенными техниками гипноза. По первой ступени, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте. Можно чуть-чуть пошире спектра первой ступени? Где вообще применим? Допустим, если занимаешься психологическим консультированием, тогда как можно совместить? Ну вот, этот вопрос как раз по второй ступени. На первой ступени мы научились погружать человека в гипнотическое состояние. Тестировать. И провести тест на определение глубины погружения. А вот вторая ступень, что мы с ним будем делать? Для чего мы это делали? То есть я вот расскажу про вторую ступень, и потом уже, ну, как бы, вы зададите вопрос. То есть это, ну, ответ практически про вторую ступень я буду говорить. Вот такого морального плана вопроса. А вы же, а вы как-то проверяете, чтобы жулики у вас не учились? Ну, никак не проверяешь. Нет, вопрос нормальный, хороший. Но дело в том, что человек сам не знает, как он поведет себя в определенной ситуации. Во время Советского Союза и нравственные аспекты при формировании спортсмена, боксера, единоборца, борца и прочего, то есть на высоком уровне была моральная, нравственная подготовка. Но пришли времена перестройки, и вот этот рэкет, и все боксеры, все борцы, все единоборцы, то есть они оказались там. И никто не думал, что жизнь их туда... Поэтому сам человек не знает, как он поведет себя в той или иной ситуации. Это раз. Второе. Молотком можно гвозди забивать, можно и по голове стучать. Поэтому здесь, ну, как ты, никак ты не протестируешь человека. Жизнь, она атаковаться человек не знает. Усыпили и спросили. Что? Что? Дело в том, что сейчас человек убежден, что он так живет, и его критерии нравственные таковы. Но жизнь же меняется, и критерии меняются. Мы все с вами помним, что во времена Союза то, что сейчас называется коммерция, то есть называлась спекуляция. То есть нравственно осуждалась, то есть людей там и барыгой, и спекулянт назывались. А сейчас это как бы... Уважаемые люди. Да, то есть дают награды за экономический вклад в развитие страны. Поэтому, ну, все меняется. И также нравственные критерии человека, они тоже могут поменяться. А потом, ситуационно, как бы у каждого своя правда. Да, вот определенная ситуация, и человек в эмоциях, он делает определенные поступки, и все, что он может, да, то есть там, драться, палкой бить, молоком стучать, да, то есть хитрить, обмануть. Он все использует в момент каких-то конфликтов, в момент каких-то вот споров. Поэтому, ну, вот я ответил, да? Да, спасибо. Ну, это отлично был такой у меня вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, развивая высокие овени гипнабельности в социуме, да, то есть человек становится уже игрушкой в чьих-то руках, не будет ли логично развивать такой же уровень устойчивости внушения? Да, хороший вопрос. Я вам скажу, что одним из самых сильных факторов противодействия является знание каких-то аспектов гипновоздействия. Знание. Потому что, когда вот я говорил про третью ступень завуалированной техники гипноза, ну, не осознает человек, что на него оказывается гипнотическое воздействие. Вот. У меня здесь книга. Это моя книга. Она написана в соавторстве с генералом армии о всех видах психотропного, психотронного и психоинформационного воздействия, которые используются в военных мероприятиях, которые используются в политических, здесь вот переговоры президентов и прочих. Это широко используется. И здесь, это как научное издание, и здесь, вот я всегда там кусочки зачитываю, раздел психофизическое воздействие начинается с истории научного обоснования феномена техник мысленного гипноза. То есть, в 1922 году был научно обоснован данный феномен. Техник мысленного, дистанционного воздействия. Так что, это есть ветвь психологии, академической психологии. Это не оккультизм, не эзотерика, это не мистицизм, да, то есть, а это так есть, это научно обоснованно. И техники мысленного гипноза, и оказывают воздействие. И вы видели программу много раз про шахматистов, да, то есть, и Корчной Карпов рассказывает, что как из зала оказывалось воздействие там на шахматиста. То есть, все это присутствует, это есть в жизни. Ментальное воздействие тоже. Если, как бы, вербально ты постараешься быть осторожен с данным человека, может быть, он, как бы, ну, внешне вызывает доверие, но все равно стараешься быть осторожным, то мысленно-то ты вообще не знаешь, что кто-то на тебя влияет или не влияет. И или навязали эту идею, или она у тебя в голове родилась, эта идея. Предложить с кем-то сотрудничество и так далее. Поэтому самым сильным оружием противодействия является знание техник гипнотического воздействия. Я ответил? Ну, мне не совсем понятно. Потому что если мы говорим сейчас о ментальном гипнозе, да, введении человека в транс, как я развив у себя высокий уровень гипнабельности даже, да, то есть я в какой-то степени я себе подставляю, вот, я же не знаю, кто сидит в зале и какие он техники применяет. Если я буду подвержена, если я разовью в себе это качество, не являюсь ли я большим таким вот восприимчивым элементом к данному гипнозу, или же если я наоборот, будет у меня высокая устойчивость против гипноза, это уже будет в определенной степени и моя собственная защита от того ментального, скажем, гипноза. Я же не знаю, кто сидит в зале, да? Ну, как бы я понятно отнесла, что я хотела сказать. Понятно, понятно. Вот насколько вы сами гипнабельны, насколько вы знаете технику, настолько вы способны противостоять, противостоянию. Любая информация в дальнейшем, как, знаете, ювелир, он берет и сразу отличит, да, то есть или это там драгоценный, или подделка, да, то есть или это такой металл, или там она намешана, да, и также в информации, а информация, я имею в виду, в общем берут информацию, любая вербальная, невербальная язык телодвижения, ментальная, любая информация, то есть вы точно так же, как тот ювелир, сможете по полочкам раскладывать, что здесь искренний посыл информационный, да, а здесь есть какая-то хитрость, есть какой-то обман, есть какой-то блеф и так далее, да, и ваш процесс формирования определенной идеи, да, то есть тоже вы почувствуете что-то быстро, почему-то мне захотелось вот это сделать, да, во-первых, любое решение, как говорится, надо выстрадать, вот попался человек, как сказать, там, к аферисту, да, вот цыганки, которые на дороге встречают, обманывают, и вот то, что мы с криминальной хроники, человек едет домой, выносит золото, деньги, отдает, то есть мы слышим многие годы, такие случаи, не только цыганки, а уличные мошенники, если человек сформировал в себе категоричное противодействие в том, что не принимать быстро решение, вот скоропостижно, не принимать решение, не доверять, не входить в контакт, и не доверять по сторонам, людям, которые не знакомы людям, потому что, помните, как фильм «Место встречи изменить нельзя», и там он перебирал преступников, да, то есть там, воровка на доверии, так вот, воровка на доверии, или мошенник, они ведь, это не такие, как бы, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а это вот как раз, божий одуванчик, человек, бабушка, которая вот она, думаешь, ну, это никогда не обманет, оно такое у нее светлое лицо, такая честненькая, такая, ангелочек, просто, поэтому, поэтому, люди попадают, здесь вот они доверяются, когда информация льется, как песня, за душу хватает, когда человек располагает, да, я, третья ступень, когда начинаются вот эти завуалированные техники, я рассказываю, вот этот момент цыганского гадания, когда цыганка входит в контакт на улице, и когда человек приезжает домой и выносит деньги и золото, я полностью рассказываю, вот как человек попадает вот в этот капкан, как она делает там и прочее, и я практикую, еще я с детства вырос с цыганями, хорошо разговариваю на трех цыганских языках, песни, пляски, и у меня очень много друзей цыган, я приехал, когда первый раз сюда, потом мне позвонили в Москву, и минские цыгане обиделись, что я к ним в гости не зашел, в следующий раз я приехал, я пригласил сюда, она артистка, в 16 художественных фильмах снималась, известная гадалка, и поет, и танцует, вот они с мужем приходили, и она рассказывала и про гадания, мы здесь и погрузились немножко в цыганский этнос, и спели, и станцевали, поэтому я хочу сказать, что вот этот завуалированный гипноз, и вот даже вот посмотрите, Алёна придет, красавица, вот она говорит, у нее прям лицо светится, как у ангелочка, вот ее просто слушать, и смотреть на нее просто хочется, да, и насколько, ведь всегда, когда он человек словами какими-то красивыми завораживает, да, и вот в народе и говорится, что он меня прям как загипнотизировал, да, красивыми словами, красивыми песнями, красивыми танцами, да, то есть вот какой-то красотой, каким-то обаянием, какой-то мягкостью, да, и человек вот теряет свою волю, теряет, что происходит в этом состоянии, снижается критичность сознательного анализа, а порой происходит момент амнезии, то есть не просто снижается критичность, а сознательный анализ на какой-то период времени полностью отсутствовал, то есть он не помнит, как он это сделал, как он снял пульс и отдал, то есть даже не помнит этого момента, что это было как во сне. Так вот, я ответил, да? Да, да, да. Про вторую ступень рассказываю, да? Да? Да, да. Вторая ступень. Научились мы погружать в гипнотическое состояние. Научились определять глубину погружения. Вот что, какую работу мы проводим. Вторая ступень включает. Кодирование и гипнотерапия. Кодирование от алкоголя. Кодирование от табака курения. Кодирование от ожирения. Кодирование на перестройку психологии. Ну, определенный психологический проблем делается определенной программировкой, которая является способствующим фактором. Избавление от каких-то комплексов, преодоление каких-то преград. Далее. Общий принцип гипнотерапии. В чем заключается принцип гипнотерапии? В том, что, находясь в трансовом состоянии, пробуждаются внутренние энергетические ресурсы. То есть резервная энергия в организме каждого человека присутствует. И мы слышали такие случаи, что в экстремальных условиях эта энергия пробуждается. В книге Геннесса есть случаи, когда там женщина подняла, автомобиль приподняла, когда ребенку на ногу наехал. А этот случай, когда охотник от медведя убегал, перепрыгнул ров, как мастер спорта. Поэтому система была известного Порфирия Иванова, система детки, где он популяризировал эту методику, которая называлась система детки, где было переохлаждение организма, обливание холодной водой, окунались в холодную воду, и не то, что голодание, а недоедание. В проголодь. То есть создавали экстремальные состояния для организма, чтобы пробудить внутренние энергетические ресурсы. Это, конечно, со здоровым человеком, но ни к чему. А вот для больного человека, даже пробудив эти энергетические ресурсы, энергия по месту востребования сама потечет туда, где она востребована. А если мы знаем общий принцип гипнотерапии, моделирование текста внушения при лечении от любого заболевания. Как моделируются установки? Каково количество установок? Где ключевая информация? Как кодируется установка? Как говорится, подача информации. Мы рассматриваем любые патологии. В программе у нас есть включено, я потом в дальнейшем рассказываю, почему у меня то-то включено. Лечение от заикания, коррекция зрения, передавали на зубкости или близорукости, лечение при спайках в машеточных трубах, снятие острых болей, снятие головной боли и любую патологию рассматриваем любые патологии. Я там примеры привожу на сахарном диабете, на бронхиальную астму, а так любую патологию мы рассматриваем. Серьез. Да? Серьез. Да, да, да. Сразу получается несколько раз. Нет. Зависит от глубины погружения, но курс гипнотерапии во всем мире, курс 10 сеансов. Сеансы проводятся желательно в одно и то же время. Если первый сеанс в 12 дня, значит последующие сеансы тоже в 12 дня. Ну, плюс-минус час. Далее. Сеансы проводятся или каждый день, или через день, или через 2 дня на 3 дней, или через 3 дня на 4 дней. Больше интервал не делается. Поэтому у нас получается, если через 3 дня на 4 дней 10 сеансов, то у нас сколько уходит времени. То есть не 10 дней, а больше месяца. И вот гипнотерапия не просто какие-то там психосоматические заболевания, но и психологические проблемы у человека есть. Есть там фобии и прочие какие-то есть, психологические проблемы. Вот здесь на перестройку психологии мы делаем программирование. И мы проводим определенную психологическую работу с использованием техник гипнотического воздействия как способствующим фактором по работе психологической. Понятно, да? Вот по второй ступени также мы отрабатываем. Отрабатываем кодирование от алкоголя. Очень хорошо идет кодирование от алкоголя. Если вот я вам скажу, что от табака курения человека сложнее закодировать, чем от алкоголя. Кодирование от табака курения требует глубокого погружения. То есть третья степень второй стадии, когда по трем каналам есть галлюцинация. И из этих трех каналов обязательно хотя бы один должен быть или обоняние, или вкусоощущение. Если два, вообще хорошо. Ну, когда галлюцинацию мы вызываем по каналу вкусоощущения и по каналу обоняния. Потому что мы будем внушать. Сейчас ты почувствуешь привкус табачного дыма у тебя во рту. Он вызовет у тебя сильное отвращение. Тебе станет противно, начнет подташивать. Привкус табачного дыма во рту усиливается. Ну, идет внушение. И если мы тест проводили и мы вызвали у него галлюцинацию, то значит сейчас мы легко вызовем у него отвращение к привкусу табачного дыма. Потом, по каналу обоняния. Сейчас ты почувствуешь запах табачного дыма вокруг себя. Этот запах вызовет у тебя спазл удушья, затруднение дыхания. Запах табачного дыма вокруг усиливается. Ты четко и ясно чувствуешь запах табачного дыма вокруг себя. Он вызывает у тебя спазл удушья, затруднение дыхания. У тебя появилось желание сделать глоток чистого, свежего воздуха и отмахнуть этот дым от себя. У тебя появилось желание всегда дышать чистым и свежим воздухом. С каждым днем ты будешь чувствовать приятный привкус во рту, улучшится твое вкусоощущение. Ну и так далее. Я сейчас просто говорю. Так что, все это мы отрабатываем. И вот я говорю, от алкоголя почему легче? Почему легче? Потому что вызвать отвращение от алкоголя у алкоголика легче, потому что он это отвращение неоднократно переживал. Ему было противно, его рвало состояние похмельного синдрома, очень отвратительное состояние. То есть, нам легко вызвать эти состояния, потому что он многократно их вызывал, переживал, пребывал в этих состояниях. Поэтому все, я даю определенную программу кодирования от алкоголя. Эта программа относится к жестким методам кодирования. Но рассказываю и о других множествах программ в кодировании, которые используются в наркологических клиниках. Вот чаще всего, программу, которой кодировался Василий Сталин, самые популярные программы, которые есть жесткие и есть лояльные программы. Ну, вы все слышали, я сейчас скажу и вы поймете. Сам процесс кодирования может быть один в один, одинаковый. Но лояльный метод предполагает предварительное воздержание алкоголика перед кодированием. То есть, 10 дней он должен не пить, где-то там 14 дней, где-то есть программы, где даже и курить он не должен. То есть, этот лояльный метод предполагает предварительное воздержание перед кодированием. А жесткий метод, он не предполагает, вчера он пил, сегодня мы можем его кодировать. Сегодня он утром последний, выпил одну-две рюмочки. Мы можем его кодировать. Главное, чтобы он был адекватен. Единственное, что неприятно гипнооператору, то, что в момент кодирования при жестком методе может быть рвота. Но зато лояльный метод, может быть он прошел и хорошее прошло кодирование. Но сам пациент он не чувствует. Или он закодировался, или он как бы на своей сиде держится. А при жестком методе он конкретно чувствует, он чувствует, что у него отторжение, его не тянет, ему плохо даже при мысли. И если он почувствовал где-то перегар, то у него все мутит, и он бежит дальше от этого. Если, например, трезвенник может за столом сидеть с пьющими, ну и как бы нормально переносить. Так же, как вот есть некурящие, с курящими нормально общаются, он не курит и ничего. То человек, который закодирован, он не сможет долго сидеть. Когда начинаются вот эти вот перегары, вот эти тары, это все вызывает у него сильнейшее отторжение. Так же и при кодировании от табакокурения. Если человек закодировался от табакокурения, он тоже не переносит запах табачного дыма. Даже на улице где-то рядом курнули, все, он бежит дальше. От ожирения запах еды? А? От ожирения запах еды? Да. При ожирении у нас две причины ожирения. Одна из причин это переедание, когда организм здоровый, но у человека есть большие объемы, да, то есть и организм не в силах переработать. Очень мало энергозатрат, то есть человек там не физически не переутомляется, и очень большой объем пищи. То есть переедание. И вторая причина это нарушение обменных процессов. В коде установки идут и на отвращение к обильной калорийной пищи и равнодушию ко всем мучному и сладкому, и установки на нормализацию обменных процессов. Там идет такая услуга. Сейчас ты почувствуешь, как от макушки до кончиков пальцев ног по твоему телу пробежит теплая волна, и по мере твоих ощущений в твоем организме полностью нормализуются обменные процессы. Зависимостью от причины, но я всегда говорю, что независимо даже от причины, многократно идет повтор на нормализацию обменных процессов, и многократно идет повтор установок на отвращение к обильной калорийной пищи и равнодушие ко всем мучному и сладкому. У нас вот вторая ступень. Вот каждая работа начинается. Кодирование от алкоголя. Собеседование перед кодированием от алкоголя. Потом идет кодирование. Кодирование от алкоголя. Собеседование. Сначала идет собеседование. Потом тоже. То есть перед каждой работой идет собеседование. Собеседование это тоже процесс гипнотического воздействия. Перед кодированием от алкоголя мы задаем 10-12 вопросов. Но нас интересуют ответы всего на два вопроса. На какой срок желает он закодироваться? У нас кодирование делается не более чем на 5 лет. И вставлять ли ему установку, кроме лекарств? Как у него со здоровыми? Использует ли он какие-то лекарства на спирту? Значит, если он использует какие-то лекарства, значит мы говорим, если ты выпьешь хоть грамм спиртного, кроме лекарств, у тебя начнутся спазмы, будет рвота, парализуют руки, ноги, остальные части твоего тела, желание пить исчезнет, делаю кодирование на желудок. Если в желудок попадет хоть грамм спиртного, кроме лекарств, то есть вставлять ему или не вставлять эту установку? А остальные вопросы мы задаем, нас ответы не интересуют, мы задаем для того, чтобы вызвать, мы его спрашиваем, «Как ты чувствуешь себя в похмелье?» Ну как он чувствует себя в похмелье? То есть, напивался ли когда-нибудь до тошноты или рвоты? Мы ему напоминаем все противное, что связанное с алкоголем, чтобы он сейчас уже на собеседовании, вот уже обычно, когда собеседование правильно проводишь, или сильное потоотделение, или поташнивать его начинает. То есть вот он уже начинается определенный дискомфорт. После Нового года хорошо козирать, после праздников таких. Как правило, наверное, обострения такие возникают на фоне обострений. Или после праздников вообще нежелательно брать? Какая разница? Без разницы. Есть, конечно, такие люди уже, можно сказать, деградированные. У меня ученик обучался из Анапы, главврач психиатрического отделения. И я приезжаю, у меня дочка в Анапе. И вот я приезжаю, он мне там кабинет предоставляет у себя, в курбольнице Анапы. И вот те, которые у них в стационаре лежат, то есть ни одного я не увидел, кого можно закодировать. То есть ни одного человека не нашлось. Вот одного он говорит, ну вот посмотри, парень 26 или 27 лет. Он уже, он, то есть он вообще не понимает. Вот я ему задаю вопросы, мама отвечает, я говорю, ну мне надо, чтобы он ответил. Я ему задаю вопрос, самостоятельно бросал ли ты пить, и какой был срок воздержания? Сколько ты не пил? Бросал и не пил. Он не слышит, он говорит, а я там в халате, он говорит, доктор, ну вы мне поможете? Я говорю, помогу, я ему задаю вопросы. То есть все, ноль, он не слышит. Когда кое-как его уже раскочегарили, начал он пить с 5 лет. В деревне, там вот бражку начал попивать. И вот этот вопрос, бросал ли ты самостоятельно пить, и какой был срок воздержания? Он говорит, в армии, он служил в армии, он говорит, в армии 4 дня он не пил. То есть он и в армии пил каждый день, 4 дня в армии не пил, вот всю свою сознательную жизнь он пьет каждый день. И мать рассказывает, что пил-пил, но там в деревне практически многие выпивают каждый день. То есть он многие годы пил, порой и незаметно было. Он говорит, и дрова колол, и делал все, выпьет. А потом уже начал полностью напиваться в дрова, напиваться в дрова, напиваться в дрова многие годы. Ну все, уже бесполезно. И он, у него лицо какое-то такое сизое, глаза стеклянные. То есть, ну уже он как будто как неживой. 26 или 27 лет ему. Поэтому, конечно, здесь... Я вот скажу, в основном сколько у меня было практики по кодированию от алкоголя, больше всего практики в этом плане было. В основном приходят люди кодироваться от алкоголя, ты никогда не подумаешь, что это алкоголик. Все приходят, ну человек как человек, да, нормальный. Редко, но приводили тоже, я не смог его закодировать, и все, он пропал. Там жена говорит, все, вот я с ним развожусь. Ну вот последнее, что я для него... Договариваемся на следующий день, потому что он сейчас, не вменяем. А он сидит, говорит, можно я выйду? Ну выйдите. И он вышел. А у меня там по коридору надо в туалет пройти, ну, метров 20, наверное. Он раз вышел, говорит, ну может быть в туалет, 3 секунды, он зашел, сидит опять, разговаривает. Опять, можно я выйду? Она говорит, у него бутылка. Он выходит, раз, глоточек сделал, зашел. Ну тоже вот я с ним разговариваю, он никакой. Вот жена там отвечала на вопросы. И все, договорились, что завтра это. Она говорит, все, мы с ним вышли, он куда-то убежал, пропал, и его нету. Она говорит, все, я все, что могла, сделала. Поэтому, а так в основном приходят люди. И, конечно, я всегда, когда созваниваюсь, говорю, чтобы кто-то из родственников приходил. Потому что деньги, вот у меня стоит, там, когда я говорю, 30 тысяч рублей. Вот алкоголику дали 30 тысяч рублей. То есть, ну, велик соблазн, да, то есть, с этими деньгами. Поэтому, я говорю, вы придите, сами оплатите. Были, было так, что люди не доходили. Но было и так, что люди приходил самостоятельно, и звонил самостоятельно, и приходил самостоятельно, и деньги оплачивал самостоятельно, кодился. И такие случаи были. Так что, вот, по второй ступени. Еще какие вопросы, пожалуйста? Третья ступень. А может, надо вводить в глубокий транс, доводить его в сознание до 5 лет, и там запрещать пить? Ну, да, как-то меняются эти навыки. Ну, то есть, вот, что-то менять ему. Именно, может быть, там же он забыл. Получается, как-то, у него же нет навыка правил. Послушай, послушай, послушай. Он не понимает, как это жить без алкоголя. Первая ступень, да, техники гипнотизации, да, директивно гипноза, гипнотерапии, кодирование. Мной здесь ничего абсолютно не придумано. Я сделал определенную выборку тех техник, которые считаю наиболее эффективными. И вот они здесь есть. По кодированию от алкоголя. Есть множество программ. Есть, кстати, Иванченко, я помню, фамилия русская, из Караганды. У него программа кодирования от алкоголя не просто кодирование от алкоголя, а когда человек не осознает себя алкоголиком. У него программа, когда он воздействует на человека, который понимает, что ему нужна определенная помощь. То есть, длительная программа и кодирования, и предсудействия предварительной работы, да, и постгипнотической реабилитации. То есть, эта вот программа очень хорошая, она очень емкая и такова. Я даю кодирование, которое я обучался в Академии восстановительной медицины. То есть, вот какое есть кодирование. Какое используется, и то вот я даю, мы там тесты проводим, то есть, не каждому мы можем помочь там и прочее. А вот Лев Юльич, главврач психиатрической кодировки, он говорит, Петр Александрович, а мы не имеем права выгнать человека. То есть, пришел, и мы должны оказать ему помощь. Мы зависим, там, гипнабилен, или не гипнабилен, и так далее. Поэтому, то, что я даю, я всегда предлагаю, возьмите так, как оно есть. В дальнейшем, да, вы можете, что часто делаете, да, Используя у кого-то есть какие-то свои методики, да, то есть, есть народные целители, Есть там экстрасенсы, есть специалисты академической медицины. Вы можете, как говорится, комплексно промоделировать программу, создать какой-то комплексный метод воздействия. Вы можете что-то внести в свое, что-то придумать, внести в свое, что-то, может быть, исключить, да, переделать. Это ваше право. Я даю вот так, как оно есть. Еще вопросы, да? Пятилетнего резко достаточно, или требуется патронное внушение? Значит, послушайте, считается во всем мире, что алкоголизм неизлечим. И то кодирование, которое делается, это называется, то есть, мы вызываем ремиссию, создаем срок воздержания. Посредством нашего внушения, внушение является способствующим фактором воздерживаться человеку. Потому что мы вызываем сильное отвращение, которое держится, это во всем мире, то есть, не более пяти лет. Пять лет прошло, или на сколько человек кодировался, попробовать решил, на один год. По истечению этого года он должен прийти и провести коррекцию кода. Коррекция кода, то есть, повтор кода. И таким образом, он как бы, являясь алкоголиком, может всю оставшуюся пить, эту жизнь, быть непьющим. То есть, постоянно проводить коррекцию, там, на пять лет прошло время, потом коррекция. Часто бывает, какой-то период держится. Вот у меня кодировался один, пять лет прошло, и где-то восемь или десять месяцев, не помню, он не пил, и ему не хотелось. А потом жена звонит у племянника, что ли там свадьба, и вот они должны поехать в гости. И он говорит, ну, на свадьбе у племянника бокал шампанского я выпью. То есть, у него мысль вот такая уже появилась. А я предупреждаю у нас на собеседовании, мы говорим, что в дальнейшем, когда закончится срок, или ты переходишь к коррекции, или сам для себя ты должен понять, что это свойство твоего организма. Ты не сможешь немножко выпить. Если ты выпьешь хоть в рюмку, это приведет в дальнейшем опять к алкоголизму. Может быть, на каких-то первых стадиях он может воздержаться, там, рюмку выпьет, бокал, беда. А в дальнейшем у человека каждый раз по-разному. Один раз он выпил три рюмки, как бы ни в чем не бывало. А другой раз он выпил три рюмки, и все. И он уже даже не помнит, как он напился и как он оказался здесь. Поэтому, вот он сколько-то времени не пил, вот жена говорит тебе, ну, все, значит, надо приезжать. Потому что у него мысль, хотя я бы строго говорил, что нельзя прикасаться. И если сам не можешь воздерживаться, мысль у тебя, есть мысль, которая побуждает тебя выпить. Ну, вот он приехал, он говорит, ну да, вот мысль, он говорит, меня не тянет, я не хочу пить. Да, и дома стоит спиртное, он говорит, нету такого. Но здесь вот как бы вот на свадьбе мне почему-то вот мысль такая возникла. То есть, ну, это чревато последствиями. Поэтому делается коррекция кода. Так вы ему еще раз сделали, он не пил, да? Да. Есть, есть, а? Говорят, вот легкий способ, допустим, никотин там или алкоголь, ты должен в 10 дней там не пить, не курить. Вот, допустим, если мне 10 дней не курить, то я уже не буду курить. И мне уже год не нужен. Просто у меня там такое было уже. Мы там с друзьями поплыли на каком-то плоту куда-то, да? И я не сделал с собой сигареты. 5 дней в тундре в этой сигарет, ничего. Я, конечно, помочился. Нет, дело в том, либо тулу, либо кодируй. Вы, либо кодируй. Вот, послушайте, да? И что, до сих пор не курите? Наша история... Я через 3 года раскурился. Дело в том, что история богата вообще, да? То есть миллионы людей, мы знаем, которые самостоятельно бросили и не курят. Да? То есть миллионы таких людей самостоятельно бросали, и по 50 лет курили, и бросил человека, и не курят. У кого-то были причины, может быть, там, по здоровью, у кого-то не было причины. Ну, бросил и не курят. Но самостоятельно алкоголик, который самостоятельно бросил пить, да? Конечно, есть жизнь полна исключений, да? То есть, но не миллионы, не тысячи, и не десятки, да? То есть, может быть, где-то один есть такой. Мы знаем, может быть, одного кого-то. И все. Поэтому кодирование от того, зависимость от сигарет и от алкоголя, это две разные вещи, да? То есть, ну, курит человек, ну, и курит, да? То есть, никакого вреда он не приносит ни семье, ни в социуме, никак это не отражается ни на работу, ни на что, да? То есть, если не сильно, там, ни по 2 пачки в день курит, да? То есть, ну, и дай бог, бог. То есть, а алкоголь, все. И здоровье, и деградация, и в социуме, и в семье, все. У человека уже жизни нет. Поэтому это, ну, разные вещи. Еще вопросы по второй ступени. Я хочу сказать, вот, вторая, первая и вторая ступень. Не сложны техники. И не сложно ими овладеть. Единственное, надо немножко, как бы, с пристрастием отнестись к этому обучению. Пристрастие выражается только в одном. Это, все тексты, которые мы проговариваем в момент гипнотизации, все тексты, которые мы проговариваем в момент кодирования, они должны быть выучены наизусть. Потому что, да, кодирование, то есть, текст, он идет, как песня, где есть куплет, где есть припев. Если этот человек не знает песню наизусть, то как он ее споет? Да. Поэтому здесь важна ритм речи. Определенные изменения, определенные паузы. Где-то есть ускоренный ритм. Да, из-за, например, каталитический мост, там, ускоренный. Смотри, мне в центр ладони, почувствуешь легкое головокружение, которое скоро пройдет. Как только я прикоснусь к тебе, ты закроешь глаза. И не откроешь их до тех пор, пока я тебе не скажу. Вот таким ритмом. Руки окаменили, ноги окаменили, туловище закреплено, выше мозг, голову вниз. И если эта подача не в ускоренном ритме, то нет гипнотизации. Где-то наоборот, мягко, там, поместу, там, дыхание спокойно, ровно. Постепенно ты почувствуешь, как мягкий, теплый, откутанный, ты почувствуешь приятное тепло, тяжесть в мышцах всего тела. Ты почувствуешь, как приятное тепло, приятная усталость начинает растекаться по всему телу, проникает в мозг, дремокая сомненность, постепенно, по 9 тонн, приятное чувство. И в основном, и в основном, да? Девочки, ничего смешного нет. И в основном сложность возникает, сложность возникает в том, что слова их надо учить. Сам процесс гипнотизации несложен, но остановка возникает за счет того, что человек не выучит слова. Я использую определенную педагогическую методику в момент занятий, где процесс запоминания и усваивания данных слов ускоряется гораздо быстрее. Но все равно дома с листа надо учить эти тексты. И техник гипнотизации, и программирование, кодирование. Потому что мы обладеваем сознанием пациента. И он воспринимает информацию, и он сейчас думает о том, о чем мы говорим. И если там, где у нас речь должна быть ритмичной, а у нас раз пауза, и он сейчас может подумать о своем. О другом. Да, о другом. Поэтому мне важна, очень важна ритмичность. И где-то ритм ускорен. Где-то есть паузы, но эти паузы... То есть они рассчитаны. Мы знаем во время данных пауз, о чем думает человек. Потому что есть определенные, как бы, предварительные сугестия. По второй ступени, если вопросов нету, я перехожу к третьей ступени. Третьей ступени. Завуалированной техникой гипноза. Который называется НЛП. Который называется Эриксоновским гипнозом. Который называется Уличным, Цыганским. То есть завуалированные методы воздействия. Единственное, что определенные аспекты... Милтон Эриксон, он использовал данные техники с пациентами, у которых гипнофобия. Он использовал завуалированные методы воздействия в гипнотерапии. Я даю эту третью ступень, которая к гипнотерапии не имеет отношения. То есть эти техники, которые я даю, их можно использовать в бизнесе, в ведении переговоров, в коммерции, в политике, в педагогике. В любых направлениях жизненного пути, где вы хотите повлиять на человека и призвать его к принятию какому решению. К тому решению, которое вы желаете его призвать. Мы же ответим, как он говорит, да? Психология... Я думаю, если бы деньги не платят, что вы заплатили, да? Нет. Дело в том... Вот послушайте, дело в том, что мы вольно и невольно, то есть мы стараемся повлиять на друга. Мы стараемся призвать человека. Мы стараемся в чем-то его убедить. Есть у нас или это, как говорится, дилетантский метод воздействия оказания влияния, или профессиональный. То, что человек обладает знанием в области математики, в области географии, никакой здесь безнравственности нет. В том, что он обладает знанием психологии, академической психологии, прикладной психологии, то же самое. Есть в психологии понятие убеждение и понятие внушение. Убеждающая информация. Убеждающая информация. Это информация, которая аргументирована, которая имеет обоснование. То есть неоспоримая истина. Сегодня третье число, завтра четвертое. То есть никуда не денешься. Сейчас у нас зима, она не холодная. То есть это неоспоримая истина. И убеждение – это когда мы используем аргументированную информацию. То есть у человека нет никаких противоречий. То, что мы говорим, он совсем согласен, потому что это так. Итак, внушающая информация, она не имеет никакого обоснования, не имеет никакой аргументации. И суть завуалированных техник воздействия – это вплести внушающую информацию с убеждающей в косичку так тонко и грамотно, что человек, в основном он как бы слышит эту убеждающую информацию. В основном он совсем соглашается, в основном он принимает информацию. Те моменты, которые спорные у него возникают, они у него, как бы, 7-минутные возникли момент спорный, противоречия. Но сразу идет убеждающая информация, где опять же вызывается определенное согласие. Вот я вам рассказываю, говорил о том, что я там привожу пример, но когда уже техники я дал, и тогда я привожу этот пример, потому что вы уже знаете всю последовательность информационного воздействия. Вот цыганка ходит в контакт. Вот она должна обладать двумя ниточками. Это сознанием, мыслительным процессом и эмоциями. То есть две ниточки, которые позволяют использовать принцип марионетки. Если она скажет, проходит человек там, она говорит там, девушка, давай погадай. Мужчина, давай погадай, иди ты со своим гаданием. И пошел дальше. Она говорит, послушай. Красавица хочешь, я скажу, как тебя зовут? Я не просто назову то ей имя, я скажу, день твоего рождения, год твоего рождения и место твоего рождения. Вот она шла, думает, ну что-то это сильно круто. Ну не пожалею 100 рублей, да, потому что интересно. 50 человек, 2-3 клюва. Да, дело в том, что вот она, послушайте, вот она, вот она стоит на дороге, ну в день, условно, 20 человек, с которыми она ходит в контакт. Да, ну, из них кто-то отсеивается, да, кто-то остается там, один и прочее. Но 20 человек, она с ними входит в контакт. 10 дней, 200 человек. Месяц, 600 человек. У нее работают. Да, она уже, как народный психолог, она сдалека уже видит, что к этому лучше не подходить, за копейку, да, это там вот то-то-то, да. То есть она уже видит, да, и вот дальше, то есть она овладела мыслительным процессом. То есть и тоже, насколько здесь важна, есть понятие, вот третья ступень, понятие моделирования, я называю, деловой информации и подачи информации. То же, насколько важна здесь ритмичность. Чуть-чуть паузу сейчас сделала девушка и скажет, ну скажи мое имя, я тебе не пожалею сейчас. И все, и она попалась. Она не должна создать эту паузу, чтобы та ее перебила и сказала. Она говорит, я тебе скажу больше, то, что в тебе есть, дано тебе это рождение. И ты это знаешь, и я тебе скажу, но ты не знала, как это использовать. Когда я тебе скажу, как это использовать, ты изменишь свою жизнь в ближайшее время на 10 порядков выше. Я вижу, ты хороший человек. И вот она дальше ведет, она дальше ведет сознание. И дальше ведет, и ведет, и ведет. Так вот, насколько важно. Третья ступень. Я в такой момент сразу отключаюсь. Ну как отключаюсь? Я от нее отключаюсь и ухожу. Правильно. Вот вы сейчас только начали это говорить, я уже отключился. Правильно. Это у меня внутри. Вот послушайте. Третья ступень. Начинается с отработки технику мысленного гипноза. Специальный план у меня. И по трех мысли форма. Визуальная, визуальная, аудиальная, кинестетическая. Где-то за раз мы делаем 90 посылов на друга. Один человек делает 90 посылов. Другой делает 90 посылов. То есть, идет отработка техник мысленного гипноза. Далее. Моделирование деловой информации. Что есть такая информационная модель? Из чего она состоит? То есть, это называется комплексная модель. От входа в контакт до призыва клиента к принятию решения. Что есть ключевая информация, которая состоит из двух частей. То есть, образа достижения. Что будет иметь клиент, согласившись со мной, приняв мое предложение. Что он будет иметь? Это называется образ достижения. И вторая часть ключевой информации. Пути реализации. Что для этого он должен сделать? Подписать, оплатить, работать до залива. Так вот, кодирование данной информации. Кодирование ключевой информации. Как кодируется ключевая информация? Как подается ключевая информация? Что есть такая подготовка к вводу код информации? Где как раз используется определенная пауза. Перед паузой делается определенное речевое воздействие, которое называется подготовка. А потом идет ввод к кодируемой информации. И до призыва клиента к принятию решения. То есть, модель, целостная модель, максимум 5 минут. Минимум, может быть, по второй минуте. Она, у нас одна модель, превращается в 4 модели. Одна развернута, другая краткая и так далее. То есть, с определенными доминантами на определенных речевых приемах. И когда мы начинаем с человеком говорить, видя его ответную реакцию, мы уже знаем или развернутую модель использовать, или краткую, или вот эту, или вот эту использовать. В общем, переговоры могут проходить 4 часа, 2 часа. Они могут быть длительными. Но вот эта модель, гипнотическое воздействие, она полтора, в среднем там 3,5 минуты, максимум 5 минут. Полторы минуты, может и меньше. Это зависит от индивидуальных особенностей человека, на которого мы воздействуем. Есть, нас интересуют две вещи. Одна из этих вещей. Оперативен он в принятии решения или неоперативен? Если человек оперативен в принятии решения, значит, у нас должна быть краткая модель, где четко, ясно, по полочкам мы разложили и призываем его к принятию решения. Если он неоперативен к принятию решения, значит, мы не должны торопить его принимать решение. Мы должны развернуть эту модель, по полочкам разложить и, может быть, сказать, что давайте завтра встретимся, я вам еще поднесу определенный документ, и еще вам расскажу про то, про то, и объясню там то-то, то-то. То есть, или подумайте, а завтра мы еще созвонимся. Потому что у нас модель может быть прекрасной была, и все мы правильно делали. Но мы не учли личностные особенности. То есть, человек не привык принимать решение вот так вот быстро. Поэтому мы как бы нарушаем его личностную программу. А если мы входим в тот регламент, его личный, и мы его призываем тогда, когда вот по времени он как бы готов к этому времени. Он уже, как говорится, переспал с этой идеей, с этой мыслью, подумал, посоветовался с женой и так далее, осмыслил, и мы встречаемся и продолжаем. Поэтому, отработка идет техник выставки гипноза. Далее, я объясняю, как моделируется информация по отдельным, по речевым приемам. Каковы правила моделирования информации? И как подается информация? Мы каждый делает, кто, о чем, каждый выбирает свою тему. На кого-то вы хотите поприять, на кого-то вы хотите в чем-то убедить, призвать к определенному принятию решения, на родных, близких, на детей. И мы работаем над подачей информации. Каждый, индивидуально, должен определенные речевые приемы. Ну, просто прочитать, ну, я говорю, как подается эта информация, потому что очень важна подача информации. Потому что интонация, то есть наша психическая энергия, она выражается в ритме, в громкости речи, в темпе, в интонации голоса. И это все может полностью в ноль превратить информацию. Информация. Приходит секретарь, там, моя Наташа, я говорю, здравствуй, милая моя. Положительные слова. Здравствуй, милая моя. Те же самые слова. Вчера она там что-то мне не распечатала, тому не позвонила, и очень сильно подставила, меня подвела. И вот она приходит, да еще опоздала, открывает дверь, заходит. Те же самые слова, но я с возмущением. В тексте она говорит, здравствуй, милая моя. И в интонации голоса, что сейчас мы с тобой поговорим, как ты меня подвела, и так далее. И эти слова, здравствуй, милая моя, полностью теряют полярность положительную, а они несут отрицательную полярность, потому что интонация голоса оказалась важнее словесной нагрузки. Потому что интонация несет совсем другую информацию. И информация, и интонацию голоса, то есть у нас это в крови впитано, маленький ребеночек, вот он пролил на себя там кисей, и бабушка ему говорит, послушайте, что она ему говорит, эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И он начинает отрекаться, он понимает, что в этом эхе-хе, ну почему же ты так неосторожно, только я надела на тебе новенькие, чистенькие ползунки, а ты так делаешь. Он понимает вот этот текст в интонации, в эхе-хе-хе-хе-хе-хе. Он понимает это все. Поэтому слова могут быть положительные, а интонация совсем другая. Человек говорит там с завистью, с каким-то ехидством, положительные слова теряют полностью свою понятность. Поэтому нам важно овладеть способностью окрашивать информацию соответствующей психической энергии. То есть положительная информация, значит положительная подача, определенный ритм, положительное, что у нас. Речь, грунткость, убавление, тише, как обычно. Ритм плавный, равномерный, умиротворяющий. Отрицательная информация, люди как ругаются. Выкрикивают резкие, отрывистые, громкие язык телодвижения. Резкие, а здесь мягенький язык телодвижения. Поза, мы сидим, расслабленная. Отрицательная информация, конфликтная. Поза, напряженная, язык телодвижения, как будто сейчас в драку. Есть это все до такой степени понятно и гармонично, но не всегда мы используем информацию. Не всегда мы правильно окрашиваем информацию. Как-то один очень хороший человек, А он еще с бородой. И вот за столом, ну не юбиляр, а не на рождение его товарища было. И вот он приехал, и вот он встал. И очень хорошие слова. Уважаемый, Сергей Антонович, вы много сделали, и особенно на международном уровне, потому что вот тот вклад еще в 77-м году, и вот он говорит определенные моменты, которые, да, этот человек сделал. Он отмечает определенные моменты. Но он говорит так, все думают, ну хватит, ну хватит, что бэ, 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 да. Куда-то в бороду, это половина не слышно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так глаза отпустил. Да, то есть вот он поздравляет человека. Ну вот сияющее лицо. Ну может быть ты меньше скажи, да, то есть что-то, ну вы прелесть, мы вас любим, через вас и мы прославимся. И выпили, и поцеловались, да, то есть. Ну вот бу-бу-бу-бу-бу. Слова, я стоял рядом, слова хорошие он говорил. Да, интересно, он отметил в те моменты и те моменты, но никто не понял. И все думали только одно, хватит, остановись. То есть как-то неловко за него было. Насколько важна подача. Поэтому мы делаем определенную модель, информационную модель, и мы работаем над подачей информации. То есть мы должны овладеть способностью гармонично окрашивать информацию той энергией, соответствующей информации положительной, значит, и энергия положительная, которая выражается не только в громкости ритма, и мимика лица, и выражение глаз, и язык телодвижения. Все в этом. И сидим мы, или стоим. И дистанция, и уровень общения. Потому что есть определенные критерии. Вот смотрите. Зона публичных выступлений. От 3,5 и более. Вот лектор, докладчик, он говорит. Метров или человек? Метров. От 3,5 и более метров. Я сказал, все, в рейке. Извиняюсь. Его докладчик говорит. Уважаемые коллеги. Прошу ваше внимание, особо вашего внимания, обратить на первую часть моего доклада. Вот он говорит. Четко, ясно, чеканно, понятно, привлекает внимание. Это вот в гармонии. Публичные выступления предполагают 3,5 и более. Вот парень говорит слова любезности девушки. И вот на расстоянии 3,5 метров он говорит. Уважаемая Наташа, ты очень мне нравишься. Я как можно чаще хотел с тобой встречаться. Наташа подумает, что листа два шифера с крыши у этого падя со скользом. Потому что, естественно, гармонично, да, то есть, интимная зона отношений. От 0 до 45 сантиметров. В одном уровне в глаза. Сели или там мы стоим. То есть, ты можешь прикоснуться, взять за руку. Спокойным, мягким голосом говоришь слова любезности. Вот это гармония. И где-то мы иногда, где вот я привожу какие-то ярко выраженные примеры, с ярко выраженной разницей. Мы это понимаем, что это как, насколько это дисгармонично. Но где-то, в дальнейшем, когда вы будете понимать вот эту гармонию подачи информации. И информационную модель. То есть, и как удерживать сознание. И что определенная пауза, как говорят летчики, смерти подобна, остановка. И вы заметите, когда вот люди ведут переговоры, и вы смотрите, вот сколько он сделал неправильно. То есть, он допустил, у него шикарная идея. У него шикарное там коммерческое предложение. Его даже не выслушали. Его даже не вникли, не прониклись, потому что была никакая подача. То есть, он сделал все для того, чтобы у него не получилось. Вот я приведу, так же опять, небольшой, простой такой пример. Только о последовательности подачи. Насколько важна последовательность. Мама с папой говорят ребенку. Сережа, тебе 7 лет, или там 6 лет. Ты неоднократно уже оставался один. Вот мы хотим с папой сходить в кино, а ты побудь дома один. А завтра, вот они вызвали у него негативное состояние. А завтра мы пойдем в магазин, говорит, нет, я дома один не останусь. Послушай, послушай, а мы завтра пойдем в магазин и купим тебе очень хорошую машинку. Нет, я дома один не буду. Вот они вызвали у него негатив, и дальше он уже не слышит остальные слова про машинку. Теперь та же информация, другая последовательность. Мама говорит, Сережа, ты знаешь, мы с папой заходили вчера в детский мир, и увидели там такой грузовик, знаешь, синяя кабина, железные двери прям, бум-бум, закрывается, сигнал работает, колеса резиновые, деревянный кузов, как настоящий, ну там ЗИЛ-130, и тяжеленький, и он как будто прям бензином пахнет. Прям такой вот они ему нарисовали по визуальному каналу, по киноэстетическому каналу, по аудиальному, там сигнал и прочее. Вот он эту машинку уже видит, и уже как бы, вот он ее уже чувствует. Нет, я, папе, это, и папа говорит, я папе говорю, давай купим машинку Сереже. А папа говорит, ну вот на день рождения будь ты купи. Ну я говорю, разве до дня рождения такая машинка улежит в магазине? И мы решили завтра пойти в магазин и купить тебе эту машинку. Только сейчас ты будь дома один, а завтра мы сразу идем в магазин и покупаем машинку. Согласен? Последние слова. А завтра идем в магазин и покупаем машинку. И после этих слов согласен? То есть, ну сказать не согласен, да, вот эту машинку, видите, то есть, вот вызвали, вызвали положительное переживание. Ну это я так просто, как говорится, грубо, но принцип понятен, насколько важна последовательность информации. Даже вот такое, по информационной модели, вот по подаче, я вам привожу определенные примеры, насколько это важно. И информационная модель, когда эта модель сделана профессионально, от входа в контакт до призыва человека к принятию решения. Когда подача сделана профессионально, то есть, это был использован, то есть, метод эффективности воздействия, психоинформационного воздействия. Вот третья ступень. Перечислять те речевые криемы, которые я использую, то есть, я буду давать, то есть, ну, смысла нету. В общем, принцип такой. Мы отрабатываем техники мысленного гипноза. А у техник как мысленного гипноза, я вот говорил в этой книге моей, как раз, определенный раздел начинается с истории научного обоснования феномена техник мысленного гипноза. То есть, в 1922 году научно обоснован был феномен мысленного воздействия. То есть, мы отрабатываем техники мысленного гипноза. Я рассказываю о истории, как моделировалась программа мысленного воздействия. Какие эксперименты были наиболее эффективными и удачными. Что продвинуло этот процесс относительно ментального воздействия очень быстро и дало скачок. То есть, какие эксперименты, какие исследования. То есть, практически идет отработка по техникам мысленного гипноза. Практически я вам объясняю. И также у нас 80% времени уходит на практику. Я даю распечатку по третьей ступени. Ну, немножко мы там записываем. То есть, о всех правилах. Как моделируется информация. Что есть такая комплексная в одежде. Что есть такой код информации. Как делается призыв. То есть, и с моей помощью вы моделируете текст. И работаем над подачей силовой информации. Которую вы сами должны смоделировать. В среднем информации нам 3,5 минуты. По третьей ступени. Вопросы? Пожелания? Заявления, ходатайства, отводы. А книгу вашу можно приобрести? Книгу нет у меня. Сейчас мы делаем доп. тираж. В этом году должен быть доп. тираж. В 2007 она вышла. Уже не осталось. Одна осталась. Я ее показываю. И все. Но я ее и не продавал. И я не продаю. Я обычно дарю ученикам. Вот так. Получается, что нужно заниматься с первой ступени. Постепенно погружаться. Ты же не можешь прийти сразу на третью ступень. Или можно прийти сразу на третью ступень? Можно прийти сразу на третью ступень. Но целостная программа, оно одно дополняет другое. Потому что, вот смотрите, на второй ступени мы отрабатываем кодирование от алкоголя. И вот кодирование от алкоголя часто очень бывает. Особенно, ну девушка какая-то, молоденькая. И вот она, там, пристально смотри мне в глаза. То есть она говорит, в здравом мире, в твердой памяти. Все видишь, все слышишь. Самостоятельно, без принуждения. Решил избавиться от вредной привычки к алкоголю. На какой срок желаешь закодироваться? Делается определенная манипуляция. Делаю кодирование на 5 лет. Если ты выпьешь хоть грамм спиртного, у тебя начнутся спазмы. И ты вот в этом состоянии. Что сейчас у тебя выведали? У тебя начнутся спазмы. Будет рвота. Парализует руки, ноги и остальные части твоего тела. Желание 5-6. Вот девушка говорит. Если ты выпьешь хоть грамм спиртного, у тебя начнутся спазмы. Будет рвота. Парализует руки, ноги и остальные части твоего тела. Желание. То есть белит парус одинокий в тумане море голубого. То есть все манипуляции она сделала правильно. Подача. Никакая. То есть эффекта естественно не будет. И вот я сейчас говорил про третью ступень, где вы, подача, насколько имеет важный аспект. Насколько вторую ступень проработал, человек понимает, какова должна быть подача, как надо сказать. Как надо сказать слова, которыми ты можешь обаять человека. Ведь можно не просто сказать, а просто сделать, щелкнуть, языком палец показать и все. А можно много говорить, и потом он полетел. Поэтому третья ступень дополняет вторую, вторая дополняет третью. То есть, ну, я ответил сначала, что можно. Но эффективность снижает. Это же первая, вторая, таки две базовые, на которые потом можно же класть. Да, конечно. А третью, пятую. Конечно, да. Еще, пожалуйста, по третьей ступени вопросы. Детекция лжи. А? Детекция лжи следующая. Послушайте внимательно. Пять лет. Я сотрудничаю с Международной Академией Исследований Лжи. Очень это шикарная академия, созданная сотрудниками ФСБ и МВД. Единственное, что мне не нравится, название. Академия Исследований Лжи. Ну, как-то мы использовали бы слова, там, полиграф, полиграфолог, профайлинг. Да, то есть, по факту, название, причем тут название, да, то есть, главный, смысл и принцип. Это академия, то есть, я вам скажу координаты по сайту, посмотрите. Академия очень престижно, очень известная. Они, вот, они преподают и Международный аэропорт Шереметьево, да, специалистам, то есть, они выиграли в центр по этой теме. По профайлингу и верификации. Профайлинг, да, то есть, это психопортрет, да, то есть, быстрый оперативный психопортрет. То есть, верификация, определение, обманывает человек или говорит правду. У них много разных написанных книг. Я, кстати, в области гипноза, то есть, сотрудничаю с ними в определенном направлении. И, в прошлый раз, когда я был здесь, я рассказывал об этом, и попросили, по просьбам, как говорится, трудящихся, я проведу ступень без информационной детекции, без инструментальной детекции лжи. Без инструментальной, то есть, без детектора лжи, без полиграфа. Это, как бы, вступительная программа. Я в дальнейшем буду рассказывать, насколько все это сложно и насколько это глубоко. Но определенные аспекты, которые я вам дам, они очень интересные. И они отличаются от тех, которые, вот, мы видим по телевидению, то есть, они прямо противоположны, да, то есть, идут не в соответствии, да, то есть, с теми, моментами, когда, вот, человек там опустил глаза или прочее, потому что все это индивидуально. Один враг может смотреть вот с такими глазами честными, да, другой может там прятать глаза, все это индивидуально. Здесь очень множество разных особенностей. И язык телодвижений, и ритм, и темп, и громкость речи. И мимика лица является основным предателем мимика лица. И как научиться определенные упражнения, как вот поработать, как понаблюдать за людьми. То есть, как сделать тестирование, как увидеть различие, когда человек врет, одна часть лица, здесь делится верхняя или нижняя, одна часть лица его выдает, а другая, вроде как бы, он играет, одел маску, она как бы правдивая. То есть, или это, может быть, верхняя его выдает, глаза, а рот, все нормально. Или наоборот, рот его выдает, а глаза честные. Ну, то есть, всегда, когда человек говорит, может, ну, и говорю о том, что, особенно с детьми, как бы, используя определенные знания, то есть, не надо их, как бы, широко использовать, да, и с недоверием относиться к людям, да, и стараться каждого человека упорочить в чем-то, дело в том, что мы, каждый из нас, всегда мы определенные моменты, мы одеваем какие-то маски. То есть, где-то надо сделать скорбное лицо, где-то надо сделать грустное лицо, где-то надо улыбнуться, потому что нельзя не улыбнуться. То есть, независимо, мы живем в социуме, нравится в коллективе, нравится нам человек и не нравится, но по культуре общения, то есть, мы должны, как бы, так делать, и скорбить, и радоваться, и прочее. Поэтому, мы, как бы, все порой одеваем какие-то маски, все порой, ведь ложь бывает информационной, бывает безинформационной, когда человек, там, промолчал, недосказал, да, то есть, это же, разницы нету. То есть, поэтому, с этими вещами, конечно, надо быть осторожным, особенно с детьми, потому что для многих, и не только детей, для людей с очень тонкой психикой, очень убийственно действуют в моменты, когда им не верят. Это раз. Второе. Люди, бывает, он дает лживую информацию, но он сам не знает, что это лживая информация. Да, он поверил в эту информацию, и он подает ее, вот, с искренней верой, что это так, и он в это верит. Дети так часто делают. Ну да, да, да. Вносишь где-то, где надо, а там, в понесла. Да, поэтому, ну, вот эти определенные аспекты я расскажу, мы что-то запишем, и скажу, какие упражнения есть в этом плане. И очень важно здесь, в основном, все-таки слова. Считается, что и мимика, и телодвижение, и интонация голоса, все это, конечно, это все определяет человека, но все это самостепенно по сравнению с тем, то есть с вербаликой, то есть с лингвистикой, что человек говорит. Поэтому мы рассмотрим сначала распространенные вещи. Вот когда человеку задает вопрос, он не хочет отвечать, да, он там, или переспрашивает, или переводит в тему, то есть вот какие бывают, и по словам, и по мнению лица, и по выражению глаз. Глаза тоже очень сильный аспект. Конечно, это все читается в комплексе, но этот комплекс для каждого человека индивидуальный. И чтобы научиться читать человека, то есть по той программе, которую я подготовил, несложно. Несложно, единственное, что вы должны поработать вот с кем-то из близких, с теми, с которыми у вас есть возможность, да, и на определенные темы вы разговариваете, видите, как человек разговаривает на эту тему, какие у него реакции, как он отвечает, каков у него язык телодвижения, как он перемещается, да, то есть или сидит, или прочее. Потому что это очень важно. Вот считается, что вот когда человек вот так вот входит, да, то есть он как бы нервничает, да, и вот в одном месте с одной там женщиной надо было поговорить, и мы ждем, сидим, и должен еще один человек подойти, да. А я с товарищем разговариваю, и я, как говорится, не то что сидеть, я стоять не могу, то есть я вот такой вот, да, то есть, и она говорит, вы что нервничаете? Я туда просто, вот я вовнулись, да, и вот ей кажется, что я нервничаю, да, то есть и я у нее вызвал уже, как бы, ну, определенный негатив, да, что вот я вот в таком состоянии, там, и прочее. Поэтому для нее кажется, что я нервничаю, а для меня это вот моя, как бы, нормальное состояние. Потому что сидите, вот я работаю, хоть вот, Наташа знает, в прошлый раз, то есть с десяти до десяти, но я, мне не хочется посидеть, то есть я сяду на секунду, но мне не сидится, то есть я не могу сидеть, да, поэтому, и вот у каждого это все разное, да, и вот ей кажется, что я нервничаю, а тот, кто сидит, тот спокоит. То есть, поэтому, когда мы начинаем общаться с человеком знакомым на разные темы, и мы замечаем определенные реакции. По телодвижениям лучше всего, когда мы фиксируем, да, то есть у нас там есть определенные разделы, да, то есть там язык телодвижений, вот мы фиксируем, там, мимика лица, мы фиксируем, как бы, вот дневничок, да, то есть речь, ритм, громкость, темп, интонация голоса, и мы фиксируем, фиксируем, фиксируем. И когда мы выводим человека от себя, И когда мы стараемся его разоблачить в чем-то, здесь, конечно, важен определенный эмоциональный аспект. То, что прорабатывается у них в Академии, то есть у них в основном это в определении причастности к правонарушениям. Там есть аспект легкости. Почему? Потому что подозреваемый, он находится в состоянии волнения, трепета, потому что над ним, как говорится, висит топор, там уголовная ответственность. Он волнуется, он сбивается. Мы разговариваем, то есть у нас не в таком сильном эмоциях, но когда мы научимся правильно ставить вопросы, например, там жена хочет определить мужа в искренности его слов. То есть обманывает он ее, что он был на рыбалке, или не обманывает. Если она просто говорит про рыбалку, ему легче отвечать. А если она предварительно накрутила, что если сейчас, Вася, выяснится, что ты был не на рыбалке, и она сразу, то есть уголовная ответственность будет, и она ему вот такое, вот такое, вот такое, то есть у него уже он входит в состояние волнения. И дальше, когда она начинает задавать вопросы, то есть он уже начинает волноваться, то есть она сбила его с ровного состояния. Потом есть определенная модель, если человек подготовился предварительно, и вот он начинает отвечать, и он думает, вот так вот он сейчас расскажет, и все, она мне поверит. Не надо давать ему отвечать вот так вот сладенько, как он выучил. То есть перебили, совсем на другую тему спросил, а в прошлом году, ты помнишь, при чем тут прошлый год, он не готов сейчас на эту тему говорить, то есть она его перебивает, про прошлый год спрашивает. И причем она не дает ему сладенько, она задает ему вопросы, на которые ему как бы сложно. Он хотел вот так вот раз все рассказать, то есть его история, но мало того, что он еще и подготовился, что Васе сейчас можешь позвонить. То есть не веришь мне, Вася тебе подтвердит. То есть она, его сюжет расламывает полностью, и тогда он начинает теряться. То есть и здесь и не Васе, и рассказать не получается. Вот конкретно она уперлась на этом вопросе, он говорит, ну что ты вот конкретно на этом уперлась, а он конкретно на этот вопрос, у него нет ответа. И он буксует, большая пауза, это тоже имеет значение. Если у человека, как говорится, ну что ему врать, как есть, так он и говорит. А если ему сейчас надо подумать, а она еще его наезжает, сбивает, то есть не дает ему сейчас сформулировать ответ, то это тоже влияет. То есть аспекты с той стороны, как определить, то есть как подготовить, то есть как предварительное воздействие. Вот эта ступень называется безинструментальная детекция лжи. В дальнейшем, вот коллеги, с которыми я сотрудничаю, у них очень много разных книг написано. Вот специалист Евгений Спирис, ну у них очень много разных книг. Я эту книгу не касаюсь, я буду вам давать очень простые, четкие, ясные, понятные, которые вы можете вот прям сразу использовать. Но из этой книги я вам вот какие-то аспекты просто дам, вы просто поймете, как это сложно. То есть за тот курс, который я вам дам, за программу, то есть вот то, что я вам дам, это как бы вы сладенько возьмете и это пригодится. Но вот это, то есть невозможно, то есть по одним названиям и настолько вот каждый архетип, да, то есть сколько их разных и как они по-разному себя ведут, то есть и как только название, то есть это надо серьезно этому обучаться. У них обучаются, как бы люди проходят программы, которые они, ну в основном применяют это в работе, ну в основном по структуре МВД и ФСБ, и в дальнейшем они проходят также курс по работе с детектором лжи, с полиграфом, то есть обучаются на специалистов в области полиграфии и полиграфологов, то есть по детекции. И в дальнейшем, как бы, лицензируются, и они же также и продают вот эти детекторы, и в дальнейшем они имеют право использовать вот эти детекторы лжи. Вот по данной технике, по данной ступени, да, пожалуйста. Вопрос такого плана, в принципе, да, то есть ложь, ну какая-то, да, человек же просто может взять, допустим, сказать, думай, что хочешь, я даже тебе отвечать не буду, и все, и не будет ничего отвечать. Все, какой детектор лжи. По сути, по сути, по сути, твоя задача, да, то есть, ну, вот, как бы, там, да, в чем ты меня расплачешься, я могу сказать, думай, что хочешь, ну, кто-то там придумал, что я, допустим, обманывал. Ну, хочешь, думай, да, ну, попробуй найти какие-то, кроме моих ответов, да, какие-то там доказательства. Ну, как бы, некоторые же говорят, там, в том же милиции говорят, хорошо, ты считаешь так, докажи, пожалуйста. Во-первых, мы берем по инструментальной детекции, да, когда вот работа на детекторе, то есть, работа на детекторе проводится только с согласием, да, то есть, подозреваемым. Это раз, да, то есть, второе, любая инструментальная, безинструментальная детекция, да, то есть, а она в уголовном праве ноль эффектов. Она, как прилагательная, да, что были вот такие ответы, да, то есть, что вот в большей мере, то есть, подозрений на то, что он причастен к правонарушениям, но по факту это ничего абсолютно не значит. Поэтому вся эта информация субъективна, она субъективна, но и детектор же инструментальный, он широко используется, несмотря на это. Хотя в Америке, во многих, в большинстве штатах запрещены. Ну, это, я так и понимаю, что это, как бы, в большей степени дает просто, как бы, какой-то ответ себе, там, что человек что-то там дает или что-то. Да, да, да. Ну, сейчас, как бы, это определенное, как бы, течение моды, да, и я не говорю про инструментальную детекцию, да, а вот безинструментальную, то есть, она интересна, она интересна. И во многих случаях, то есть, мы сами для себя, то есть, мы можем понять. И тебе не отвечай, человек, думай сам, как бы, что хочешь, да, то есть, ну, ты, тебе сам достаточно было этого ответа. А есть, есть, которые не отвечают, вот, сейчас вся публика собралась, они мне услышат, наше выступление президента, вот, сейчас на Новый год. Ух ты, ух ты, ух ты. Даже не нужно никакие вопросы задавать никому. Ну, то есть, что-то там случилось у них, наверное, или не так? Ну, да, отрицательная такая была, говорит. Совершенно, человек с мешками под глазами, как будто бы его, там, под пистолетом сзади заставляют что-то сказать, вот, это, это ясно было. Последний срок, что радует. Ну, кто ж знает последний срок. Нет дыма без огня, понятно дело. Ты послушных людей. Ну, я вам ответил, да, ты еще? Да. Есть вот определенный, вот такие, вот ту ступень, именно, на которую я подготовил, то есть, вот она для любой домохозяйки, она понятна. И вот она четко определенная, дает определенные расшифровки. И просто, ясно, понятно, применяйте, используйте. Потому что там просто есть, ну, логика, есть определенная логика. Но, опять же говорю, ну, все это субъективно, субъективно. Да, может, человек подготовленным быть, тоже, прошедший курс, не знать, как, допустим, правильно отвечать, или как-то так заувалировать свою... Какой фильм был? Ошибка Резидента, да? Там, именно, полиграфикам учились. Тоже вопросы, помните? Президент Решевки. Там вопрос, он говорит, ты знаешь Иванова? Он говорит, нет, не знаю. А потом говорит, да или нет? То есть, он говорит, нет. Иванов выше Сидорова? Я не знаю никакого Иванова. Он говорит, я тебя спрашиваю, да или нет? То есть, тоже невозможно, если он скажет нет, значит, он все-таки знает Иванова выше. Да, тоже стало. Хоть да, хоть нет. Любой ответ, то есть, поэтому здесь тоже все. Что? А последний курс? У нас же там еще будут дополнительные техники. Дополнительные техники. Еще одни техники, также по просьбам. Прошедшей группой, которую я предпринял. В сентябре, еще, я сказал о том, что я знаю очень множество техник, 170 техник мне сказали. Ну, покажите еще какую-нибудь, я показал еще какую-нибудь. И попросили, чтобы я еще какую-нибудь ступень сделал с какими-нибудь техниками. Ну, я включил еще несколько техник, две техники. Это по методу Пифагора и Орфея. Эти техники я включил по тому, что вот я сегодня говорил, что они очень хороши для того, что они, работая с пациентом, они развивают его типо-набельность. Когда вы сами отрабатываете эти техники, вы также развиваете свое воображение. Очень интересные техники по методу Орфея Пифагора. Далее, техника эротического гипноза. Тоже интересно, я сказал, всем как бы интересно. Ну, они все культурные, то есть там идет такие поглаживающие действия при гипнотизации, то есть брови, и пациент сидит вот так, и по кистям, между пальцами. Вот всего длительные, однообразные, мягкие, нежные, поглаживающие прикосновения, то есть на брови и на кисти. Как бы легкий, однообразный раздражитель на эрогенной зоне. Хотя множество есть техник, да, но я взял вот такую очень корректную и простую, но она эффективна, эта техника. Далее, техника. Ко что в результате происходит в поглаживании? Что? Ну, попробуйте. Отрабатывайте, отрабатывайте это вам на практике. Человек погружается в трансовое состояние. В состояние, которое выражается психофизиологической релаксацией, плюс определенное блаженство. То есть, если в состоянии активного инферанса происходит, что? Создается отчат наивысшего бодрствования, а все клетки находятся в бодрствующем состоянии, но он в определенной зоне, когда создаются отчат наивысшего бодрствования, то в пассивном трансе вот здесь происходит торможение клеток коры головного мозга и остается небольшой бодрствующий отчат, через который мы удерживаем контакт с подсознанием пациента, который называется расход. Ну, я понимаю, это одно название, то есть, просто хочется пошутить, почему не пошутить? Еще одна, еще две техники, одна из техник, которая называется СК, кто-нибудь знает СК техники? Кандыба. А? Кандыба. Вольный клуб. Да. Состояние Кандыбы. Кандыба Виктор Михайлович, который со времен Союза, он наш современный живой человек, он занимался исследованием в области гипноза, под государственной крышей, то есть, государственной, под патронажем и госзаказом занимался исследованием в области техники гипноза, вот после Бехтерева, после Васильева, Когана, параллельно с Коганом, Ипполитом Массиевичем. И он разработал очень множество разных методов. И одно из следейших, которые на самом деле это признанно и научно обоснованно, он доктор медицинских наук, обоснованное и принятое в общем мире, это состояние активного транса. Что оно является наиболее эффективным в гипнотерапии. Он состояние активного транса назвал СК, состояние Кандыбы. В мире это название никто не принял, потому что методики разные есть, введение в состояние активного транса, но само состояние активного транса, оно было, есть и причем еще Кандыбы. Но по факту разработок он сделал в этой области очень много. И он еще создал классификацию, которую тоже никто не принял. СК-1, СК-2, СК-3, то есть углубление в состояние активного транса. Но я вам расскажу, потому что это на самом деле специалист мирового уровня, о котором вы обязательно должны узнать, наш современник. У него очень много книг написано, и его сын, его же материал подает Дмитрий Викторович, также издает эти книги. И по УСК множество информации, но Кандыба не любит давать, как оно есть, и так дать. Вот он не любит вообще давать, если даже вот он пишет, то в книге он пишет так, чтобы у человека не получилось. Он пишет не так, как должно быть, то есть искажает. И он через это мне передавал определенные тифуки, чтобы я тоже, что этот человек годами должен выстрадать, вы его так вот запросто даете, человек не понимает цену данного материала и прочее. Ну вот такой вот человек, он специалист высокого уровня однозначно. Человек очень сложный, кто его уважает, я таких людей не знаю. Потому что книги такие пишут. Но специалист по этому, как говорится. У него фамилия тяжелая. А? Фамилия тяжелая. Фамилию тоже можно сносить. Ну, если о книге, где он пишет, я гений 20 века, спасший Вселенную от краха. Но в таком ключе все. И еще одна техника этнического гипноза. Традиционная техника. Я расскажу там о нескольких техниках. Ну, коснусь традиционной техники гипнотизации. Традиционной техники гипнотизации. То есть, когда человек знает, что его сейчас будет погружать в гипнотическое состояние. Которые использовали в старые времена. И сейчас есть еще специалистки в этой области. Специалистов не знаю, специалистки. То есть, это цыганского гипноза. Ну, наверное, я с детства вырос с цыганями. В совершенстве разговаривали на трех цыганских языках. Песни, пляски держал лошадей. То есть, знаю всех артистов. В Москве Николай Заченко. И полностью общаюсь. Да поэтому, наверное, лучше меня навряд ли кто может об этом рассказать. И это подать. Поэтому Вот одна из техник, традиционной техники. Когда приходит человек вот с какими-то проблемами. С психологическими проблемами. Дева они идут. Вот его погружают в гипнотическое состояние. И делают вот как у меня есть программирование на перестройку психологии. Я здесь аспекты не просто погружения в транссостояние. Как использовали. А как сразу идет определенное программирование. Ведь насколько сильно воздействие цыганского слова. Почему? Потому что вот как раз они как народ имеют очень сильный, широкий, эмоциональный диапазон. И если, например, плесовая цыганская, то есть, человек, который плесать умеет, он не может удержаться, ему хочется сорваться и плесать. если это какая-то таборная, такая философская, то она вызывает, трепет к горлу подходит, она такая задумчивая, с определенными, с такими эмоциональными вариациями. Потому что вот сила и очень большая практика цыганского народа в области гадания, в области воздействия человека, используя гипнотическое воздействие. Поэтому вот одна из техник традиционного цыганского гипноза. Вот еще пять техник, которые также практически разрабатываем. Но вот эти по пифагору это золотая техника. Потому что она развивает способности, она развивает в области конкретно гипноза. Если нет никаких вопросов, то спасибо спасибо за внимание, за внимание. Сразу вопрос передает. Спасибо. По времени. сэр dolphins во льву по э Субтитры сделал DimaTorzok